Агрария Алтайского края получили первый миллиард государственной поддержки, сообщает сайт главного управления сельского хозяйства региона. Общий лимит бюджетных обязательств в этом году составит свыше 2,5 миллиардов рублей. Для сравнения, Белогородская область освоит 6,6 миллиардов, Татарстан 4, Краснодарский край 3. Коротко о других экономических новостях недели в стране и крае расскажем далее. Национальную платежную систему создадут в России, заявил президент Владимир Путин спустя неделю после того, как виза и мастер-карт без уведомлений отказались работать с пятью российскими банками из-за санкций США. С двумя резидентами особой экономической зоны Бирюзовая Катунь, которые должны были инвестировать более 700 миллионов рублей, власти края расторгнут соглашение с 5 апреля по решению арбитражного суда. Компании Green Park и Новый Мир Плюс не выполнили условий подписанных соглашений и теперь будут должны выплатить государству штрафы 5 и почти полтора миллиона рублей соответственно. В рамках декларационной кампании президент России и кремлевские чиновники подали декларации о доходах. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, декларации пройдут необходимую проверку. Он также отметил, что ни о каких иностранных счетах в поданных документах речи не идет. Средняя цена квадратного метра жилья на первичном рынке в краевой столице преодолела отметку 50 тысяч рублей, констатируют барнаульские риэлторы. В числе основных причин роста цены эксперты называют страх населения потерять часть сбережений из-за обесценивания рубля, а также выброс на рынок большого количества жилищных сертификатов. Дадут зарплату, не дадут зарплату, будет забастовка или не будет. Последние две недели краевые СМИ пристально следят за ситуацией на крупнейшем в крае предприятии заводе Сиба Наргамаш. Мы тоже не остаемся в стороне. Материал о непростых временах. Смотрите далее. Проблемы заработной платы, по словам работников Сиба Наргамаша, начались не месяц и даже не два назад. Уже на протяжении года им регулярно задерживают выплаты. Но если раньше задержки составляли по несколько дней, то сегодня, честно заработанные, они не видят вот уже несколько месяцев. Рассказывать об этом на камеру открыто сотрудники не хотят, боятся увольнений. Говорят, руководство активно ищет тех, кто вынес ссор из избы и обратился в прокуратуру и трудинспекцию. Нам разнесли по цехам всем бумажки, что якобы мы не имеем права давать интервью в связи с заключенными трудовыми договорами, либо там еще что-то, я уже не помню. Это просто антиконституционное заявление. Это на самом деле не так. Мы не владеем никакой секретной информацией и имеем право отстаивать свои права любыми способами. 1184 сотрудника не получили денег за январь и февраль. Общая сумма долга более 58 миллионов рублей. Это информация о Государственной инспекции труда по краю, куда люди также обратились с жалобами. На основании обращения на заводе провели внеплановую проверку и установили срок погашения долга 10 апреля. Так что если в ближайшую неделю заводчане не получат зарплату, работодатель может пойти под суд. Накажут руководство и в том случае, если подтвердятся слухи о принудительном увольнении сотрудников. Работодатель, юридическое лицо, вновь привлечен к административной ответственности. Данное предписание находится на особом контроле у нас. Регулярно мониторим ситуацию, но вроде бы обещание представителя работодателя о том, что в ближайшее время деньги подойдут и предписание будет исполнено. Поговорить, что называется вживую с руководством завода не получилось. На звонки в прием на несколько дней никто не отвечал. Однако в ряде интернет-изданий недавно появился официальный комментарий с позиции руководства. Цитируем. К настоящему времени на ООО «Сибенергомаш», входящей в холдинг «Нова-М», сложилась непростая финансовая ситуация. На протяжении последнего квартала предприятие испытывает серьезный дефицит оборотных средств, следствием чего стала задержка выплаты заработной платы всему трудовому коллективу. Одной из причин такого положения дел стали ошибки, а в некоторых случаях и злоупотребление отдельных должностных лиц, в том числе и руководителей предприятия. Однако главной причиной является платежная дисциплина ряда заказчиков предприятия неисполнения ими своих обязательств по контрактам. Наиболее крупным из них является входящая в структуру госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомэнергомаш», долги которого перед «Сибенергомашем» составляют свыше 185 миллионов рублей. Заметим, что этой суммы хватило бы на выплату заработных плат и премий всем работникам завода в течение полугода. Конец цитаты. В справедливости ради отметим, что в этом официальном заявлении так и не было сказано, когда же работники предприятия получат свои деньги за январь и февраль. К другим темам отгремели международные туристические выставки ITB, Meet & Tour Market. Буклеты и визитки розданы, договоры подписаны, представители турфирм разъехались по домам. Что дальше? Есть ли эффекты таких мероприятий и насколько полезны они для края? Еще 10 лет назад туризм на Алтае был в прямом смысле диким. Ни тебе объединение туроператоров, ни бюджетной поддержки проектов. Сегодня ситуация совсем другая, говорят эксперты. Край постоянно участвует во всевозможных международных выставках, проводит работу на местах. Ежегодно миллионы рублей из краевой казны вкладывают в развитие туризма. Говорится о том, что эта отрасль должна стать одной из ведущих в экономике региона. Такие бюджетные ассигнования не выделяет на туризм ни один соседний регион, говорят представители турфирм. Конечно, то, что краевая администрация на сегодняшний момент оказывает для бизнеса, который работает в Алтайском крае, такую поддержку, как возможность участия в этих выставках на определенных условиях, это является большим плюсом. Не обходится в деле развития туризма и без проблем. Руководители туристических компаний-операторов полагают, что пока участие в многочисленных международных выставках не принесло края большого ожидаемого эффекта. Да, Алтай благодаря нашим презентациям теперь все знают, но именно профильной работы туроператоров с туроператорами почти нет. Да и количество турфирм в составе делегации края на выставках ограничено, а попасть в список избранных сложно. У нас наша туроператорская часть представлена очень слабо. И, честно говоря, не очень-то у нас администрация заинтересована в том, чтобы нас там было много. Я так замечаю. На сегодняшний момент, даже когда у нас проходят официальные делегации, нас как-то стараются обойти стороной, то есть больше рассказывают, показывают производителей и так далее. Это одно из мнений. Как скорректировать уже сложившиеся принципы участия в туристических выставках, чтобы и привлечение туроператоров, и покупка туров шли более активно, вопрос пока открытый. На этом у меня все. Следующий выпуск программы «Экономикс». Смотрите в следующий четверг. А в заключении традиционно обратимся к опыту великих экономистов. Быстрее всего учишься в трех случаях. До семи лет на тренингах и когда жизнь загнала тебя в угол, сказал Стивен Кови, американский писатель и автор деловых бестселлеров. Не переставайте учиться. До встречи в эфире.